Генпрокурор сразу же отчитался перед нардепами о громких задержаниях. Юрий Луценко пришел сегодня в Раду похвастать успехами ГПУ за последний год. Говорил о делах Януковича и его окружении, о количестве начатых уголовных производств против уже нынешних коррупционеров и о многом другом. Все подробности в сюжете Ирины Романовой. Генпрокурора ждут в Раде в полдень, а пока суд доделал, нардепы говорят о насущном земельной медицинской реформах, упоминает о запрете интернет-ресурсов. Наконец в зале появляется Юрий Луценко. Самым большим достижением ведомства под его руководством генпрокурор считает начало судебного процесса над Януковичем и отвечает на обвинение в том, что ГПУ не открыло против беглого президента ни одного коррупционного дела. Это следствие против Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Клеменка, Ставицкого, Курченко и других действий. И теперь вопрос за Печерским судом. Сегодня в Украине происходит финальная операция в рамках второй справа Клеменка, которая относится податковых площадок. Как вы, наверное, уже знаете, сегодня с ранку было одночасно проведено близко 500 обшуков. Уже затримано и доставлено в Генеральную прокуратуру в Кайданках 22 колишних руководителя податковой системы, которые нанесли сбытки Украины близко 10 миллиардов долларов. Остановился Луценко на майдановских делах. Суды, говорит, направили 147 обвинительных актов на 220 человек. Материалы на беглого президента и Захарченко за организацию разгона активистов Майдана передадут сразу же после рассмотрения дела о госизмене Януковича. Нардепа уже интересовала, расследовала ли ГПУ причину сбоя в системе эдекларирования, отвечает за которую ставленница Народного фронта Наталья Корчак. Луценко сообщил, по итогам следствия оказалось, деньги, выделенные правительством Дании для ПРООН, перекочевали в фирму «Миранда», которая без тендера поручили разработать программное обеспечение. «Керевник Тов Миранда, некий пан Новиков, подписал угоду, доручив выполнение этих работ выкладчику Киевского политеху, а также его студентам, что они сделали. Кошты, которые были даны Тов Миранда, были выведены через фиктивную фирму на рахунки в Эстонию. Я буквально в этой неделе вылетаю в Эстонию для того, чтобы поставить крапку в этом расследовании». Интересовал депутатов и ход расследования дела об убийстве Павла Шеремета. Оно, заметил Луценко, застопорилось за ошибки допущенной следствием. «Найважливейшая камера не была вылучена, что весь этот час не давала очень важной информации следствию. Завдяки журналистам эти видеоразъемки стали известными. Раскритиковал кинпрокурор и коллег из МВД, связав спец преступности в стране с результатами их работы. «Минулого года мы видели радикальный подъем злочинности. Конечно, в первую очередь это последствия массовой количества сборов на руках у населения. Но в том числе, и с моей точки зрения, и дезорганизации правоохранных систем МВС». Интересно, что как раз накануне глава МВД уверял, криминогенная ситуация в стране улучшается. А проверк генпрокурор еще одно громкое утверждение Авакова о полном контроле над незаконной добычей интеря. «Когда я пришел, за данными оперативными того, что поклали меня на стил, оплата бандитам от бурштиновых копачей в день сягала 100 тысяч долларов США. Если это помножить на год, то это оборонный бюджет страны. Я просил бы принять закон, по которому легализовать это старательство». Не обошлось в Раде и безсловесных баталий. «Что мы должны сделать, чтобы помочь вам, чтобы люди верили вам и верили в нашей прокуратуре?» «Чем допомогти? Очень просто. Заплатить все податки. И это будет лучший внесок в борьбу злочинства». Слова генпрокурора, похоже, больно ранили впечатлительные сердца радикалов. И все, хлопнув дверью, покинули зал. А после ухода Луценко нардепы продолжили обсуждать его выступления уже в кулуарах. «Фракция Блоку Петра Порошенко не сорвано. Щорік тому ми делегували на эту посаду, на посаду генерального прокурора Юрія Луценко. Ми побачили реальні досягнення, ми побачили конкретные факти». «Я не почув, что до справ криминальных новитних корупционеров, відкраденных нафтопродуктов Курченко, майже на миллиард, до 2000 криминальных справ, которые были порушены ГПУ за заявами Гордієнка, подтвержденных фактов, я майже на миллиард. Где эти деньги, кто за это отвечал, это было урядувание Шеи Цинюка». «Впрочем, оценивали деятельность Луценко на должности генпрокурора только на словах. Голосование в этом случае по регламенту не предусмотрено. Ирина Романова, Анна Каменева. Подробности – телеканал «Интер».